всем привет сегодня 3 апреля как знаете продлили карантин да ну конечно за карантин особо не переживаем у нас и так в огороде делов хватает за калитку нас не очень тянет но тем не менее вы знаете жалко всех наших рыночников не то что рыночников а вот сейчас в апреле месяце у нас продают все с теплиц огурцы помидоры зелень что они сейчас с этим делают вообще не представляю так что вот но у нас чего интересного ходим копаемся в огороде все боимся за то что нам не хватит помидор поэтому сажаем усиленно вот три дня назад посадила еще помидоры и сегодня опять посадила помидоры на рассаду потому что если что всегда можно в апреле мае ну когда уже сажаем грунт на рынке докупить помидор что сейчас будет с этими бабушками ну готовую рассаду нас продают 30 рублей десяток то есть это такая уже 40 там 50 дней осаде которые уже сразу садишь в грунт не очень там конечно с сортами выбор но тем не менее если мало ли чем место есть своей рассада не хватило можно пойти без проблем там 50 кустов взять или еще и больше но вот в этом году не знаем что будет с рынком рынок пока закрыт тоже до конца апреля как говорят поэтому сажаю сажаю помидоры вчера усиленно поработала вскопала три огромные грядки уже готовлю под помидоры ну эту ровняю то что мне вскопали культиватором сегодня вот у нас сейчас 21 градус то есть но ветерок да вот пока копаешь жарко футболки раздеты а вроде так присядешь ветер видать какой-то северо-восточный не жарко а утром вообще проснулись и было все все вы не то есть ночью вроде как был минус один прогнозу погоды кстати вообще верить в этом году что-то не получается каждый день смотрим и все почему-то меняется меняется поэтому не знаю когда мы будем в грунт высаживать помидоры в общем пока не верим где-то тут чуть ближе ну чуть подальше от нас там километров 100 у них даже минус 4 заморозки в горах кавказа говорят идет вообще снег даже мокрый мы пред горе у нас снега нет горы кстати открыты закрыты горы открылись а ну а так конечно в огороде красота работаю работаю все что-то делаем клубника все начинает зацветать много уже клубники начинает зацветать тоже бы не хотелось если сегодня был и не не знаю как на эти цветочки подействует не подействует они же зараза такие не сразу чернеет серединка от цветочка то есть они стоят стоят а потом раз и все первые заморозки уже убили часть клубники ну цветочки некоторые дурная там до снега еще зацвела жара была сейчас вторая волна пошла цветение силы теряет короче клубника ну что прогуляться андрей нас вчера начал косить потому что трава огромная вот это моя клубника в грунте которую я все время полю полю и полю и все растут и сорняки в общем у меня осталось в грунте в принципе не так много клубники но она конечно сил занимает кучу вот видите сколько цветочков это еще с тех наверно морозов вот видите у них уже черненькая тут уже ягодки не будет конечно же я не буду убивать жду вот это вот устояли сегодняшние заморозки много конечно вот то что в тот раз зацвело много черненьких серединок давайте посмотрим как у нас клубника по ткани сюда вот у нас экспериментальная грядка которую осенью сделали это под тканью мне очень нравится то что не надо полоть очень нравится обрезала я все плохие листья и все и как бы растет она себе растет она кстати не зацветает это та же самая моя клубника мая и она кстати не зацветает единственное что у нас не очень туго натянута ткань первый раз кустики то совсем маленькие и вот получается ветер иногда а вон начинает тоже зацветать ну ветер иногда прячет кустики но они потом сами даже вылезают или руками помогаешь но мне очень нравится что я эти грядки не палю это такое преимущество просто красота вот это у меня клубника от зубцова купленная летом в году ну шикарные конечно большие кусты и видите сколько я ее уже размножила не помню название начала это грядки это сирия это первое да вот такие огромные она кусты такие хорошие у нее листья ничем она не болеет вот сколько я размножила причем часть кустов размножилась именно зимой у нее были такие усы и я их прикапывала и вот они так шикарно пошли а это наверно брила до следующая нет это клубника которая вот тоже от него это брила то есть из пяти кустов мы же с мамой пополам из пяти кустов маточных вот выжила только два но тем не менее вот я ее уже как размножила и вот она от усов такая вон шикарная красивая лезет здесь тоже все полю полю вьюнок вот это самый поганый у нас фрукт на огороде это вот вьюнок этот вообще такая дрянь это сорняк он просто вылезает вот и у него корнище он так размножается как клубника усами только он под землей где его ножом постоянно вытаскиваю ну вот это то что осталось от скалы ну она сразу осенью по умирали маточные кустики но тем не менее два осталось и вот я только сейчас недавно усики прикопала еще два кустика будет в общем нормально ничего за лето я думаю мы разживаемся этими тремя сортами клубники это вторая грядка у нас под тканью майя моя же клубника очень она мне нравится здесь уже так широко здесь видать вот даже теплее на этом месте вот на склоне и здесь кусты были одинаковые же как и там да по одному кустику всего лишь от усика здесь кусты намного мощнее прям столько она набирается цвете очень очень много и вот видите она ее уже ветер не задует то есть кустики уже разрослись дали много много листьев хотя она после зимы вот эта грядка выглядела хуже той там почему-то медленнее здесь видать вот тепло здесь даже вот сама ткань вот прям горячая горячая и вот эта грядка ни единый кустик не пропал там тоже ни единый кустик не пропал кто-то боялся горят как вы так в дырочки сажаете молча ножом я так дырку делала и прям ходила по этой ткани и туда эти веточки вставляла видите вот разрослись как и теперь замечательно ничего не уходит под ткань в общем очень мне нравится эта грядка это у нас под пленкой не под тканью а под пленкой это то что мы брали пшекской клубнику вот рассаду да и азия да это азия и вот тоже мне нравится очень замечательно она растет погиб всего лишь один кустик это 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 я его вырвала то есть вот по всему ряду ни единый кустик не погиб и сейчас я вам покажу разницу азия которая посажена вот правда выпускали зимой курей чем плоха пленка вот это вот петух своими лапами вот он взял и порвал своими лапами то есть тоже мне нравится что ничего не это не надо полоть растет замечательно один раз мы уже поливали сейчас когда было тепло мы уже пускали сюда воду а так пока конечно не поливаем хотя вот по идее сухо вроде даже как бы там и сухо но вот по тканью лучше в том что не поцарапаешь не порвешь а вот пленка там тоже уже ходили зимой шлялись а мы гоняли конечно но но здесь вот собака пробежит тоже может порвать то есть и пленка вот не очень нравится по ткани лучше но ничего зато не надо полоть очень нравится что не надо полоть буквально вот за последние две недели так кустики хорошо разрослись то есть были тоже маленькие и постоянно приходилось там вытаскивать после ветров их было не видно а сейчас вот они разрастаются очень замечательно в общем тоже мне нравится это андрей вчера косил траву поэтому вся пленка тут у нас сенокосе трава разлетелась и по всему огороду ну пойдем посмотрим ту азию которые в открытом грунте то же самое ну вот то что у меня еще оставались остатки азии до рассады я вот сюда на эту грядку посадила их просто в открытый грунт но мне кажется разница огромная ну сейчас вот я ее почистила вроде как она стала получше выглядеть но тем не менее конечно под пленкой намного больше кусты то есть ее здесь практически как-то не видно особо кустов но ничего она тоже растет тоже нормально ничего есть хорошие кустики есть кустики не очень и здесь много кустиков я повыдергивала то есть они за зиму портили высохли умерли как назвать я не знаю но много кустов 10 отсюда я просто выдернула если там всего лишь один погиб это это я его вырвала но то здесь погибло много кустиков вот надо сейчас нам удобрять клубнику я обычно удобряю в это время да надо удобрять мы обычно удобряли это йод нашатырный спирт и борная кислота но сейчас вот в нашей нефтегорской аптеке нет уборной кислоты а в город мы никуда не поедем и поэтому у меня как всегда замочена лепеха и я буду все удобрять в этом году навозом ну в смысле вот раствором коровьего потому что добрить надо все равно очень ягодки сейчас набирают силу кустики пошли в рост и поэтому вот надеюсь что сегодня ночью нам обещают дождик как следует все это промочит прольет потому что на сухую землю плохо удобрять и вот если сегодня ночью пройдет дождик все помочь что завтра я буду поливать клубнику вот такой парничок пришлось сегодня соорудить потому что в общем дома у меня места нету сажать я сегодня посадила еще помидоров несколько пачек пришлось на улицу посадить вот так вот по-деревенски тасс и вот в такой вот ящик все это закрыла и рамой чтобы если дождик вот закрыла все из-за спаном тоже дома уже места нет все окна заняты три дня назад сажали дома и вот соорудить пришлось такой парничок посмотрим вылезут не вылезут первый раз я так сажаю я знаю что соседи просто сажают прям землю семена в апреле и закрывают стеклом чтобы это дело не зальем там так тепло вот я сегодня утром сделала такое накрыла рамой ящик и посадила сюда еще несколько пачек помидор надеюсь что вылезут потому что нет уже дома место вот проснулась хоста каждый год я ее теряю где она где здесь и огромной шапкой вырастает это хризантема и поэтому я ее все время теряю вот в этом году я отсюда хризантемы всю порассаживала теперь видно вот у меня их две вот вторая лезет парцесса у нас все еще доцветает везде тоже не потом так бесследно пропадает не знаешь где не вырезать вот этот кустик мне что соседка дала мне уже третий год растет ведь он нас ранее весной то есть в апреле марте он еще даже цветет так он хорошо размножается везде ползет он все зиму вот такой стоит интересный кустик мне как-то говорили его название я опять забыла у нас кстати зацвела наша колоновидная груша которую мы в том году великовечным купили вот сейчас покажем вот здесь у меня это это не сорняки это у меня тут горчица все лезет у меня все грядки тут горчицы были засажены я это я сейчас перед капала вот так вот у нас зацвела хотя дядя гриф как его звали дядя миша дядя миша у которого мы покупали он говорил что она у вас зацветет года через два она взяла и сейчас зацвела вся в цвету стоит ну ладно отдохнула с вами чуть-чуть пойду дальше таскать земли таская землю на цветочки это то что в том году мы землю покупали вот я ее эту кучу хочу до конца ростов растаскать уже по огороду вот таскаю на все клумбы на все грядки под помидоры добавляю просто так что вот удачи вам тепла и главное всем здоровья карантин надолго не знаю что делать можно в квартире конечно наверное вам тяжело нам конечно намного легче ну удачи вам здоровья держитесь все счастливо пока